Всем привет! Когда долго живешь за границей, порой так не хватает любимых продуктов, а особенно лепешечек. Я просто обожаю тандырные лепешки, а тандырная самса... Поэтому сегодня мы решили поделиться с вами рецептом и можно сказать лайфхаком, как приготовить лепешки почти как из тандыра. Для этого перемешаем 420 мл теплой воды с двумя чайными ложками сахара и двумя чайными ложками сухих дрожжей. Все хорошенько перемешаем и оставим до появления шапочки. В отдельную чашу просеем 750 граммов муки. Вернувшись к поднявшимся дрожжам, слегка перемешаем и добавим туда 2,5 чайной ложки соли, 3 столовые ложки растительного масла. И все хорошенько перемешаем. В муке делаем небольшое углубление и аккуратно вливаем полученную смесь. Ну и теперь замешиваем очень мягкое, не липнущее к рукам тесто. Вымешиваем тесто около 5 минут до гладкости. Примерно вот такой консистенции оно должно у вас получиться. Ну а теперь перекладываем наше тесто в чашу и убираем его для подъема в теплое место на час-полтора. Не забывая при этом покрыть его пищевой пленкой и по центру сделать небольшую дырочку. Как наше тесто поднимется, заставим на средний огонь казан с закрытой крышкой и нагреваем его до очень горячего состояния. Возвращаемся к тесту. Убираем все излишки и хорошо поднявшееся тесто немного вымешиваем. После разделим его на 4 равные части, примерно по 300 грамм на каждый кусочек. Далее каждый кусочек скатываем в шарик. Накрыв пищевой пленкой, оставляем отдохнуть на 10 минут. Тем временем, убираем наш казан с газа и нагреваем теперь только крышку. И пока наша крышка будет нагреваться, перейдем непосредственно к подготовке лепешек. Для этого каждый шарик расплющиваем руками, придавая форму лепешке. По центру своего рода делаем углубление. Затем, аккуратно перевернув нашу лепешечку, смазываем ее обычной водой. Очень важно, разогретую крышку снова возвращаем на казанчик. При этом, газ не выключаем и температура газа не меняется. Теперь нашу лепешечку выкладываем смазанной стороной на разогретую крышку. Подправляем немного нашу лепешечку и в середине нам паром делаем дырочки. И только после этого смазываем желтком. Посыпаем кунжутом и перевернув крышку, выпекаем на среднем огне около 10-15 минут. В процессе можете посмотреть, какая наша лепешечка становится пышной. Будем выпекать с вами до красивого румянца. Теперь будем аккуратно отделять готовую лепешечку от нашей крышечки и переходить к следующей. Лепешечки получаются почти как из стола. Как из детства, любимого детства. Вы только посмотрите, какие они красивые, а какие они хрустящие, вкусные. Так захотелось домой. Такая лепешечка это просто прекрасное дополнение к любому мясу. Вот абсолютно к любому. Это так вкусно, это так незабываемо. А летом, когда лепешечка горячая, с арбузиком, с дынечкой. Это просто невозможно передать словами. Это просто бомба. Ну, в общем, ладно. Всем приятного аппетита. Всем хорошей недели. Как всегда, прекрасных выходных. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok